Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтая и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре будут свежие торговые идеи на предстоящую неделю, а также мы посмотрим картинку по моим предыдущим торговым рекомендациям, которые вы получали от меня в прошлый понедельник. Итак, давайте начнем со свежих идей на торговую неделю, которая нас ждет ближайшая, и я бы хотела обратить ваше внимание на фондовые индексы, ребят. На самом деле есть у нас интересная ситуация по фондовым индексам, неплохие паттерны уже сформировались по некоторым из них. Итак, давайте начнем с фондового индекса S&P 500. Здесь, в принципе, картинка уже у нас более-менее сформированная, более-менее понятная. Рекомендую открывать с понедельника покупки по фондовому индексу S&P 500. Почему покупки, сейчас объясню. Ну, а на самом деле, ребята, уже мои подписчики в закрытом канале, у них уже есть открытая позиция на покупку по фондовому индексу S&P 500, потому что, на самом деле, еще в пятницу были предпосылки для того, чтобы рассматривать лонги по данному инструменту. Тем не менее, пятница еще немножечко донабрала торговые позиции. То есть здесь, как вы видите, в пятницу мы немножечко оттестировали минимум предыдущего дня четверга, но дневка в пятницу у нас закрылась очень хорошо. Закрытие дневки в пятницу показывает уверенное поджатие наверх по данному инструменту. Вот та коррекция, которая у нас произошла в среду, 22 марта, скорее всего, была, скажем, выносным движением в рамках локального поджатия наверх, который у нас происходит за последние торговые дни по фондовому индексу S&P 500. Поэтому можно предположить, что у нас происходит перекрытие продаж, которые мы с вами видели ранее. Закончились в середине марта. Как вы видите, месяц снижения по фондовому индексу S&P 500, тем не менее, локальный паттерн позволяет определить дальнейшие лонговые настроения как минимум краткосрочные. То есть, в принципе, у нас все предпосылки для того, чтобы дальше расти по фондовому индексу S&P на самом деле замечательные. Поэтому рекомендую с понедельника открывать лонги, стоп-лосс, выставляем чуть ниже дневочки пятница. То есть, пятница у нас получается откатная дневочка по отношению к этому росту, ближайший откат, за минимум которого рекомендую поставить стоп-лосс и ожидать хорошего роста по данному инструменту. Если рассматривать цель для роста до цели, в принципе, у нас замечательная. Следующая цель – это сопротивление 40-65 и выше. То есть, в принципе, если будем пробивать текущий уровень сопротивления, будем дальше уходить на север по данному инструменту. Если посмотреть в более такой глобальной перспективе, можно увидеть удержание трендовой линии поджать наверх, но на самом деле трендовая линия – это всего лишь навсего вспомогательный элемент на графике. То есть, это не основной элемент. Трендовая линия может уже только дополнять торговый паттерн, который у нас формируется в соответствии с графической ситуацией и таким образом уже дополнять этот торговый паттерн, который у нас формируется графически. То есть, по всем графическим параметрам я считаю, что индекс S&P 500 уже сформировал покупки, поэтому, собственно, рекомендую вам открывать лонги. Стоп-лосс выставляем за минимум пятницы, как я уже сказала, чуть ниже минимум пятницы. И если рассматривать перспективы, то есть, если посмотреть на таком более крупном формате, если посмотреть на график данного индекса, то мы с вами можем увидеть, что движение наверх, которое произошло еще с середины октября, прошу прощения, и закончилось в конце ноября, вот это движение наверх имеет признаки заходного импульса. Почему так? Потому что после этого у нас каждое движение вниз, которое после этого импульса происходило, это движение потом перекрывалось. И текущее движение уже перекрылось локальным паттерном лонговым. То есть, в принципе, можно предположить, что текущее лонговое перекрытие будет давать тон для дальнейшего, по крайней мере, краткосрочного роста по данному фондовому индексу, и будем потом перекрывать вот эту коррекцию вниз. То есть, я имею в виду, что все у нас есть предпосылки для того, чтобы дальше двигаться наверх по фондовому индексу S&P 500. И, в принципе, можно даже рассмотреть среднесрочную цель, и следующая цель для роста 41.50 и выше. То есть, заходной импульс лонговый, который я обозначила, после этого коррекционное снижение. Коррекционное снижение у нас перекрыто, и текущая коррекция, которая имела место за последний торговый месяц, последний, значит, с середины февраля по середину марта, вот эта коррекция у нас уже перекрылась локальным лонговым паттерном. То есть, локальная формация у нас сейчас пытается перекрыть данную коррекцию, но уже постфактум будем видеть, так оно или нет. По крайней мере, есть неплохие предпосылки для того, чтобы это увидеть сейчас на графике. Поэтому, еще раз, открываем лонги по индексу S&P 500. Цель для роста ближайшее сопротивление 40.60 и выше. Так, давайте посмотрим еще другие инструменты. Но, на самом деле, по другим фондовым индексам не такая примечательная картинка, как по индексу S&P 500. Почему, сейчас объясню. Поэтому, все-таки, рекомендую присмотреться к индексу S&P и все-таки на него поставить основную ставку на покупку. Давайте Dow Jones еще посмотрим. На самом деле, в чем характерность индекса Dow Jones в том, что мы еще сейчас находимся в шортовом давлении. То есть, видите, если посмотреть более глобально данный индекс, мы еще находимся в таком довольно сильном медвежьем давлении. Но, тем не менее, локальная картиночка, которая у нас образовалась за последние несколько торговых дней по данному фонду Минексу, позволяет определить локальные лонги. Но, ребят, внимательно, потому что у нас есть сопротивление зеркальное 32.650. Для более уверенных покупок нам нужно, чтобы пробили это зеркало импульсом, перекрыли движение вниз ближайшее, которое у нас было 7, 8, 9 и 10 марта. То есть, вот это движение вниз импульсом нам нужно перекрыть. Уже есть неплохие предпосылки для того, что индекс готовится двигаться наверх и прикрывать это движение. Но очень осторожно, потому что, как я уже сказала, есть давление дневное, есть зеркальный уровень сопротивления. Поэтому, если покупаем, стоп-лосс можно выставить за минимум пятничной дневочке. Ну и ожидать дальнейшего движения по данному инструменту. Я все-таки думаю, что краткосрочно увидим лонги, а что будет дальше, уже по факту буду смотреть и по факту сопровождать свою торговую рекомендацию. DAX. Давайте посмотрим. DAX 40. Ну, на самом деле, по DAX у нас интересная картинка чем? Тем, что очень сильный тренд. Очень сильные у нас лонговые тенденции здесь присутствуют. То есть, даже индекс S&P не показывает такой лонговый тренд, как фондовый индекс DAX 40. Начался этот тренд еще в октябре прошлого года. И, как вы видите, фактически безоткатно. Вот, единственное, здесь коррекция у нас была небольшая такая в первой половине декабря. Но коррекция перекрыта, коррекция закончилась. И дальше мы видели с вами рост по фондовому индексу DAX 40. Так, текущая ситуация имеет все признаки для того, чтобы быть коррекцией в рамках вот этого трендового роста. То есть, в принципе, текущая картинка у нас не показывает каких-то импульсных пока шортовых перекрытий. Тем более, что есть у нас хорошая реакция на поддержку, реакция от 20-21 марта, реакция на поддержку, откатную в районе 14-900. Все это сигнализирует лишь об одном, что если действительно это так, если действительно я правильно определила коррекцию по фондовому индексу DAX, в таком случае у нас есть неплохие шансы для того, чтобы увидеть DAX выше локальных максимумов, которые образовались в районе 15-675. Поэтому неплохая картинка здесь рисуется, ребята. Текущее снижение, которое у нас было 22-23-24 марта, это, скорее всего, будет коррекция в рамках вот этих импульсных движений наверх, которые у нас были ранее. Импульсные движения наверх в сторону основной лонговой тенденции с реакцией на поддержку, которую я обозначила. То есть, в принципе, можно работать на покупку по фондовому индексу DAX 40. При этом, куда выставляем стоп-лосс? Ну, смотрите, можно и поставить короткий стоп-лосс чуть ниже минимума пятничной девочки. Но вы должны понимать, что отмена сценария лонгового у нас будет происходить, когда инструмент будет закрываться ниже вот этого импульсного роста, который у нас произошел 20 марта. То есть, импульсный рост от 20 марта – это, скажем, начало нашей лонговой защиты, и за минимум этой лонговой защиты наш должен стоять основной, скажем так, графический стоп. Что я имею в виду? То есть, вы, в принципе, можете и более короткий стоп-лосс ставить, то есть, чуть ниже дневочки пятницы. Но вы должны четко понимать, где у вас будет происходить отмена лонгового сценария. А именно отмена лонгового сценария будет происходить, когда инструмент будет закрываться ниже 20 марта. То есть, движение наверх, которое потом подтвердилось еще одним импульсом. После чего у нас происходит локальная коррекция. Но обратите внимание, что DAX сейчас находится в небольшом зажатии вниз локально. Вот эти три дневочки желательно перекрыть. Как может инструмент перекрывать любое движение? Все это рассказываю на курсах обучения. То есть, в принципе, мои ученики знают, что здесь нужно ждать для того, чтобы подтвердилось. У нас лонговое перекрытие. Лонговое перекрытие – это не значит, что инструмент должен сразу импульснуть наверх и перекрыть полностью вот этот рост. Нет, то есть, в принципе, коррекция у нас может перекрываться и локально, и в моменте, и на часовом таймфрейме. Все эти нюансы рассказываю на курсах обучения. Поэтому, ребят, кому интересно, записывайтесь и будете знать, что я имею в виду, когда говорю о том, что нам нужно еще подтверждение, нужно перекрытие. Либо еще какие-то нюансы по графику, которые я рассказываю в своих обзорах и в своих анализах. Так, по DAX, в принципе, обозначила ситуацию. Цель для роста, да, в принципе, вот следующая цель для роста – 15,660 сопротивлений, да и выше. Потому что, если это коррекция, если коррекция у нас действительно подтвердится, если дальше инструмент подтвердит, что это была коррекция, то в таком случае увидим DAX выше локальных максимумов в сторону тенденции, в сторону тренда. А там уже и замечательные дальнейшие лонговые перспективы у нас нарисуются. Поэтому, по крайней мере, краткосрочно работаем по фондовому индексу DAX 40 на покупку. Но нужна точка входа. То есть еще раз отмечу, по DAX нам нужна точка входа, потому что сейчас у нас зажатие вниз присутствует. Нужно, чтобы это зажатие вниз перекрыли хотя бы локально. И NASDAQ. Давайте посмотрим. Ну, NASDAQ на самом деле единственный индекс, который довольно уже хороший рост у нас показывает. То есть если сравнить с предыдущими индексами, такими как S&P, Dow Jones, DAX, то NASDAQ на самом деле уже торгуется возле своих максимумов предыдущих, то есть максимумов, которые мы с вами видели в месяце в прошлом, в месяце в феврале, в районе 12.800, и здесь, если посмотреть локальную картинку, ну, друзья, у нас сейчас лонги, лонговая картинка по индексу NASDAQ и перспектива для роста замечательная. То есть учитывая характер движения за последние несколько торговых дней по фондовому индексу NASDAQ, учитывая то, что сейчас у нас есть небольшая такая консолидация позиции с формированием откатной зоны поддержки 12.555, все это дает возможность спрогнозировать продолжение этого роста, продолжение этого движения по фондовому индексу NASDAQ с целью на прорыв текущих максимумов локального сопротивления 12.900 и выше. То, в принципе, из текущих можно пробовать работать на покупку по фондовому индексу NASDAQ, потому что здесь есть у нас неплохая консолидация позиции. Консолидация позиции подтверждает рост, который у нас был до этого, то есть рост, который начался 14 марта, и, в принципе, вот эта дневочка от 21 марта, и это последняя дневка роста, после чего инструмент ушел на небольшую коррекцию. Исходя из того, где у нас остановилась коррекция, мы сформировали откатную зону, есть консолидация неплохая, поэтому рекомендую работать дальше на покупку по NASDAQ. В данном случае, если открываете лонги, если торгуете данный индекс, стоп-лосс выставляем примерно на отметке 12.500 и ожидаем дальнейшего роста. Либо текущих, либо еще, возможно, какой-то небольшой донабор позиций у нас будет, но, тем не менее, ситуация лонговая, ситуация сейчас трендовая. Быки сейчас показывают свою силу по фондовому индексу NASDAQ, поэтому только покупки продолжаю рассматривать. Ребята, это были свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю. Теперь давайте посмотрим картинку по тем, значит, моим торговым рекомендациям, которые вы от меня получали в прошлый раз. Я напомню, что я рекомендовала работать на снижение по индексу доллара и на укрепление других валют, таких как фунт-доллар, евро-доллар, новозеландский доллар, австралийский доллар по отношению к американскому доллару. Теперь давайте посмотрим, какая у нас предстоит ситуация текущая по этим инструментам. На самом деле, начнем с индекса доллара, ребят, на самом деле замечательно просто отработались мои торговые рекомендации. Вопрос был только в точках входа и вопрос был в инструменте, который вы выберете. То есть, если бы вы выбрали евро-доллар, вот так как я выбрала для своих подписчиков в закрытом канале, я рекомендовала торговать уже в понедельник покупку по валютной паре евро-доллар. У нас евро замечательно просто показал, замечательный рост, замечательную отработку показал. Начиная с понедельника, да и в принципе всю торговую неделю евро-доллар у нас отлично показывал рост. Сейчас перейдем к евро, но прежде я бы хотела проанализировать индекс доллара и показать вам, как замечательно отработалась моя торговая рекомендация на продажу. Итак, ребят, на выходных записал обзор на моем YouTube-канале. Этот обзор вышел еще в воскресенье в Компания Маркетс, на YouTube-канале Компания Маркетс. В понедельник этот обзор вышел, но тем не менее давайте посмотрим ситуацию по индексу доллара. Значит, понедельник, 20 марта у нас открывается и сразу понедельник показывает замечательные падения. Смотрите, импульс вниз еще в понедельник, потом вторник, среда, добой, вниз по индексу доллара. Четверг еще очередной минимум. Поэтому, ребят, вы могли открыть продажу уже с понедельника и замечательно заработать. Четыре дня падения взять и замечательно заработать на падении по данному инструменту. Сами видите, как отработалась моя торговая идея. Если вы еще не смотрели, можете посмотреть мой предыдущий обзор. То есть на моем YouTube-канале этот обзор называется «Торговые идеи. Дикси, евро, фунт, франк и другие инструменты». Вот это видео можете посмотреть. Видео, которое вышло в воскресенье на моем… Прошу прощения, в субботу на моем YouTube-канале и в понедельник на YouTube-канале компании Ам Маркетс. И вот я вам показываю, как отработалась моя торговая идея на продажу по индексу доллара за прошлую торговую неделю. То есть, в принципе, замечательная отработка, фактически безоткатная отработка. Единственное, откатная дневочка у нас нарисовалась в пятницу 24 марта. И то сейчас она ничего не меняет. То есть картинка у нас продолжает смотреться на снижение. И картинка у нас продолжает быть шартовой по индексу доллара. Поэтому, если вы шартили, конечно же, часть позиций можем фиксировать. Стоп-плос приведите без убыток и удерживать оставшуюся часть позиций, потому что шартовое настроение у нас сохраняется. Так, фунт-доллар, ребята. По фунту, смотрите, понедельник, 20 марта открывается, а фунт сразу показывает замечательный импульс наверх. То есть, если я говорила о том, что здесь можно еще ждать каких-то либо откатных дневочек, либо каких-то еще консолидаций, но нет, смотрите, у нас сразу с открытия понедельника фунт-доллар показал новый максимум и потом продолжил свой рост. Среда и четверг у нас показывали очередные максимумы по данной валютной фаре. Пятница показала небольшую коррекцию, но, тем не менее, ситуация пока, ребята, не меняется. Ситуация продолжается быть лонговой по фунту. Единственное, что пока точки входа нет, то есть нужно уже будет смотреть по факту. Если нарисуется хорошая точка входа, буду дальше рекомендовать работать на покупку по данной валютной паре. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал для того, чтобы узнавать хорошую, актуальную информацию последующую. То есть, если будут какие-то коррективы, если будут какие-то изменения по рынкам, я это буду записывать и выкладывать либо на своем YouTube-канале, либо, возможно, буду делать посты, соответствующие в Telegram-канале. Мария Кухта Трейдер, открытый мой Telegram-канал. Но в любом случае мои подписчики в закрытом канале будут всегда узнавать актуальную информацию по основным инструментам. Если есть какие-то корректировки, я своим подписчикам об этом говорю. То есть, если есть хорошие точки входа, мы заходим. Если есть какие-то дополнительные элементы, на которые нужно обратить внимание, тоже на это акцентирую внимание своих подписчиков и объясняю ситуацию по рынку. Поэтому, если интересно, подписывайтесь, вернее, на мой закрытый канал торговых идей. Итак, фунт. Еще раз повторюсь, фунт у нас смотрится лонгово. То есть, направление по фунту у нас сейчас продолжается быть лонговым в сторону импульсного роста, который у нас прошел 16, 17 и 20 марта, в сторону импульсного роста, который заходной импульс, который у нас был 9, 10 и 13 марта. То есть, эти два импульсные движения у нас показывают дальнейшее направление по фунту. И пока не будет шартовых перекрытий, продажи я рассматривать не буду. Поэтому направление лонговое, но пока точки входа, ребят, нет. Евро. Евро, вот это то, что я говорила. Смотрите, евро-доллар на самом деле очень порадовал прошлую торговую неделю. Я своим подписчикам уже в понедельник советовала покупать евро-доллар. Стоп-лосс выставила за минимум предыдущей дневочке. То есть, дневочке пятницы 17 марта. И смотрите, что сделал евро. То есть, на самом деле, замечательный рост. Я уже своим подписчикам зафиксировала 60% позиции. 40% у нас сейчас висит в безубытке. Ну, какая-то коррекция по евро пошла. Но пока никаких предпосылок для дальнейшего снижения нет. То есть, для того, чтобы эти шартовые импульсы подтвердились, мне нужно больше информации увидеть на графике. То есть, нам нужно, чтобы эти, если дальше евро собирается снижаться, нам нужно, чтобы вот это шартовое движение подтвердилось в виде соответствующих формаций. А мои ученики знают, как рынок подтверждает любое движение на графике. Я это акцентирую внимание на своих занятиях. Поэтому сейчас же у нас направление по евро лонговое. Конечно же, сейчас точки входа на покупку нет. Но, тем не менее, направление сохраняется в сторону импульсного роста, который у нас был до этого. То есть, импульсный рост, который начался 16 марта, закончился фактически 23 марта. Новый максимум по евро. И сейчас вот коррекция пошла. Когда коррекция закончится, когда у нас нарисуется соответствующая торговая ситуация на покупку, я обязательно об этом напишу в закрытом канале. И, возможно, продублирую эту информацию также в открытом канале Марии Кухтотрейдер в Телеграме. Так, значит, на евро замечательно мы заработали. Доллар-франк, ребята, это еще один инструмент, который я рекомендовала торговать своим подписчикам. Значит, во вторник, смотрите, не в понедельник, а во вторник, потому что в понедельник мне нужно еще было узнать подтверждение перекрытия. То есть, это очень важная информация, которую нужно видеть на графике. У нас пошло перекрытие, которое произошло с 16 и 17 марта. Я об этом говорила на предыдущем обзоре. Понедельник у нас подтвердил это перекрытие, и вторник, и это торговый сигнал на продажу для моих подписчиков в закрытом Телеграм-канале. На самом деле, смотрите, как импульсно замечательно шорты себя отработали. То есть, уже вторник показал замечательное снижение, потом среда, еще один добой вниз, и с четверг новый минимум по доллар-франку. Мы с подписчиками зафиксировали тоже 60% позиции на продажу, 40% удерживаю, стоп-лосс без убытки. Но пока настроение шортовое, пока не вижу никаких предпосылок для роста. Если ситуация, если картинка будет меняться, об этом напишу в закрытом канале и продублирую в открытом канале своем. Поэтому удерживаем продажу. Очень хорошо доллар-франк отработал мою идею на снижение, которое вы получили не так же публично в прошлом моем обзоре, видеообзоре. Поэтому, если вы так же шортили, часть позиций обязательно фиксируем, стоп-лосс переводим без убыток и ожидаем дальнейшего снижения, сопровождаем нашу торговую позицию. Так, новозеландский доллар. Ребята, рекомендовала открываться на покупку, но смотрите, где у нас находился новозеландский доллар. Понедельник у нас, получается, открывается на максимумах. Кто смотрел мой предыдущий обзор, я говорила о том, что у нас очень большой стоп получается по новозеландцу, потому что нужно ставить стоп за минимум отката. В таком случае я своим подписчикам когда порекомендовала открываться покупку по NZD и USD. Смотрите, среда, 22 марта. Значит, у нас, прошу прощения, четверг, в четверг 23 марта у нас здесь была, скажем, неплохая торговая ситуация на покупку. И уже, вот смотрите, среда у нас показывает неплохой импульс наверх, и четверг у нас подтверждает вот это лонговое движение. Здесь на максимумах я зафиксировала 30% позиций своим подписчикам, но оставшаяся часть позиции у нас сейчас закрыта по без убытку. Тем не менее, тем не менее, значит, ситуация себя отработала, ситуация подтвердила вот этот импульс наверх, который у нас был до этого. Добрали торговую позицию, донабрали торговую позицию немножечко вот этому снижению, которое у нас произошло в понедельник и во вторник. Но тем не менее, то есть я своим подписчикам торговый сигнал давала тогда, когда уже была неплохая картинка сформированная. То есть они заработали на покупке НСД и ЮСД, но в силу того, что пятница у нас показала какое-то импульсное движение вниз, оставшаяся часть позиции закрыта по без убытку. При этом, если анализировать текущую картинку, я считаю, что у нас пока не произошло отмены лонгового сценария. Пока лонговый сценарий по НСД и ЮСД у нас сохраняется, консолидация позиции просто довольно, она такая стала более длительная. То есть если еще на прошлой неделе у нас был всего лишь один импульс, то сейчас у нас есть еще неплохая консолидация в рамках этого импульса. Но если говорить о наличии точки входа, то ее пока нет, потому что мы находимся в шортовом давлении. Пятница, 24 марта у нас показала неплохое такое шортовое давление вниз. Но, ребят, нужно перекрывать это давление хотя бы локально, и тогда можно дальше будет работать на покупочку. Я, возможно, еще подожду одну дневку понедельника, если она закроется так, как мне нужно, я буду во вторник рекомендовать открывать покупки. Ну, нужно еще ждать, по крайней мере, локального подтверждения, и уже только после этого можно будет работать, продолжать работать в лонг по валютной паре НСД и ЮСД. Так, и австралиец, давайте посмотрим. Ну, на самом деле, австралиец локально себя отработал, то есть от коррекции, смотрите, коррекция во вторник произошла, понедельник у нас еще немножечко вырос, вторник коррекция произошла, и здесь инструмент уже среда-четверг показал неплохой рост. По австралийцу, значит, в закрытом канале я получила небольшой стоп-лосс, то есть в пятницу рекомендовала открывать покупки по OutUSD, здесь вынесла по стопу, но тем не менее я пока не вижу отмены лонгового сценария, но нет подтверждения. То есть пока нужно ждать еще хотя бы одну дневку, как у нас закроется дневочка понедельника, если закрывается в рамках паттерна, в таком случае я буду дальше рекомендовать открывать лонги по OutUSD. Вот такая ситуация, друзья, по моим предыдущим торговым рекомендациям, которые вы от меня получали в начале прошлой торговой недели, замечательная отработка, замечательная отработка, значит, моих торговых рекомендаций в сторону, скажем, в сторону ослабления индекса доллара и в сторону роста остальных валют, основных по отношению к индексу доллара. Если вы также торговали по моим идеям, по моим торговым рекомендациям, вы также могли замечательно заработать, поэтому следите за моими следующими торговыми идеями, которые будут на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Я напомню, что вы можете подписываться на мой канал Мария Кухта Трейдер для того, чтобы получать свежие торговые идеи по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я анализирую валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серьевой рынок, то есть все. Все рынки анализирую, все рынки ходят одинаково, все рынки ходят по графическим паттернам, которые я понимаю, которые я для себя уже разработала на протяжении 9 лет. В трейдинге разработала свою авторскую торговую стратегию «Защитный трейдинг». По этой стратегии провожу курсы обучения, кому интересно, записывайтесь на курсы обучения и узнавайте всю подробную информацию о том, как я отбираю торговые паттерны, как я понимаю рынок, как я анализирую рынок. Более того, скажу, что обучение индивидуальное, то есть я индивидуально с каждым учеником занимаюсь, плюс обучение не ограничивается онлайн-занятиями, но также мы продолжаем с учениками работать еще полгода после окончания занятий, то есть у нас, в принципе, есть достаточно времени для того, чтобы на практике все это проработать, все моменты, которые нужны для понимания рынка, проработать, и уже тогда можно увидеть хороший результат. Поэтому, ребят, кому интересно, записывайте ко мне на курсы обучения. Также напомню о том, что есть у меня открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер». Если вы еще не подписались, подписывайтесь, то есть телеграм-канал, где я, во-первых, делаю апдейты по своим торговым рекомендациям. Вот сегодня я сделала апдейт, промежуточный результат по моим торговым рекомендациям на этом торговой неделе. Это из закрытого телеграм-канала моего, то есть какие идеи получали от меня подписчики закрытого канала. Также здесь показываю сделки моих учеников. Вот смотрите, вы сами можете видеть, какие замечательные торговые паттерны уже мои ученики отбирают, как они отрабатываются. Вот эта торговая идея от моего ученика по криптовалюте Dash. На самом деле Dash очень хорошо отработал покупку. То есть торговый паттерн, который мой ученик здесь отобрал, он замечательно отработал. А также вот показываю свои торговые рекомендации с закрытого канала, показываю, как они отрабатываются, показываю, как я работаю и в закрытом канале, а также делаю апдейты по моим предыдущим публичным торговым рекомендациям. Поэтому подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал. Вот, кстати говоря, вот NZDUSD, где я давала покупку. Вот на самом деле это была среда. То есть среда, 22 марта, покупка по NZDUSD. И смотрите, вот эти максимумы мы пробили, и на этих максимумах я своим подписчикам зафиксировала 30% позиции. То есть, в принципе, замечательно себя отрабатывают торговые идеи. Вот смотрите, где я евро покупала. Так, сейчас покажу. А также криптовалюта. Смотрите, линк USDT. Вот покупка линк в понедельник. И смотрим, как линк замечательно себя отработал. То есть все графические торговые элементы, все графические торговые паттерны отбираю в соответствии с моей авторской стратегией защитный трейдинг. Также хочу сказать, что S&P 500 еще мы покупали в закрытом канале. Еще в понедельник, ребята. На самом деле S&P 500 тоже очень хорошо отработал локально торговую рекомендацию на покупку. Вот смотрите, вот это доллар-франк, где я рекомендовала открывать шарты в закрытом канале. Вот доллар-франк, вторник. Куда выставляем стоп-лосс? И вот доллар-франк, в принципе, те продажи, которые я прогнозировала, замечательно отработал. Ripple – это публичная торговая идея на покупку. Это по, значит, моему публичному обзору, который я делала в понедельник, покупка крипты. Вот на самом деле, смотрите, Ripple замечательно рванул наверх. Такое ралли мы с вами увидели по Ripple. Ну, вот где я записывала обзоры, где я рекомендовала открывать покупки. И, соответственно, замечательная отработка у нас произошла. Так, и евро. Евро сейчас покажу. Вот где я рекомендовала в закрытом канале покупать евро. Понедельник открывается. Немножечко уходим на коррекцию. Куда ставим стоп-лосс за минимум предыдущей дневочки? И сами знаете, что сделал евро-доллар, как замечательно отработал мою торговую идею на покупку. Не только в закрытом канале, но и эта идея подкреплена моими публичными рекомендациями, которые я давала в воскресенье на своем YouTube-канале. И в понедельник на YouTube-канале компания Markets это видео вышло. Поэтому, ребят, еще раз подписывайтесь на открытый телеграм-канал Марии Кухтотрейдер. Если вы желаете получать больше торговых рекомендаций от меня, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал. Там вы будете получать графические торговые сигналы с уровнями стопов, куда нужно выставлять стопы. И потом я сопровождаю свои торговые позиции. То есть говорю, где нужно фиксировать позицию частично, где нужно, скажем, фиксировать полностью и так дальше. То есть если нужно переводить стоп без убыток, об этом тоже говорю в своем, напишу, вернее, в своем закрытом телеграм-канале. И если вас интересует мой подход к анализу рынка, мой подход к торговле, к трейдингу, к определению графических торговых форматов, вы можете записаться ко мне на индивидуальный курс обучения и все нюансы моей торговой стратегии узнать. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухтотрейдер». Жду от вас вопросы, жду от вас комментарии свежие. Спасибо за ваши предыдущие комментарии и вопросы. Напишите, заработали ли вы на моих предыдущих торговых идеях, которые вы получили от меня на прошлой торговой неделе, на продажу индекса доллара, на продажу доллар-франка, покупка евро, покупка фунта, покупка новозеландского доллара, австралийского доллара. Если заработали, напишите. Всем спасибо за просмотр еще раз. Хорошего дня и до скорой встречи.